Тем временем на фронте произошло 103 боевых столкновения. Подробнее о ситуации на передовой смотрите в сводке Генерального штаба ВСУ. Самым напряженным участком на линии фронта остается Покровское направление. Но, как отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, количество штурмов противника увеличилось и на Кураховском, и на Времевском плацдармах. В частности, на Покровском направлении захватчики пытаются наступать почти по всей линии фронта. Бои идут по меньшей мере у восьми населенных пунктов, в частности, у Воздвиженки, Новоалександровки и Яснобродовки. Силы обороны Украины сдерживают натиск противника. Под Лиманом армия РФ атаковала позиции украинских подразделений возле Макеевки, а также в районе Серебрянского леса. На Краматорском плацдарме противник штурмовал неподалеку Часового Яра, Калиновки, Майского и Григорьевки. Однако получил отпор силы обороны, отметили в генштабе ВСУ. В то же время украинские военные не фиксируют угрозы окружения города Часов Яр в Донецкой области. Армия РФ на этом направлении пытается продвигаться на флангах, заявил офицер 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников. По его словам, захватчики избегают прямого штурма города, поскольку это может привести к большим потерям. Украинские бойцы фиксируют, что российские оккупанты проводят атаки небольшими группами до восьми человек после интенсивной артиллерийской подготовки. Также армия РФ использует дроны, при этом они не применяют бронированную технику. Херсонское, вот это предднепровское направление. Наши плацдармы остаются там на островах и не дают противнику, во-первых, выполняют задачи по уничтожению техники, вооружения, живой силы, а также не дают возможности сформировать какие-то либо силы для того, чтобы пытаться, например, форсировать днепр и ввести какие-либо действия на правом берегу в районе Херсонова. В связи с тем, что противник видит, как здесь, в общем-то, бесперспективно для них существенно изменит ситуацию, то с этого направления перебрасывают войска в часы в ядр. Он по-прежнему остается актуальным. Тем временем численность российских войск в Запорожской области сейчас составляет около 90 тысяч. Однако признаков формирования наступательной группировки нет. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск Таврия Дмитрий Лиховий. Он также отметил, что за последние три недели прибавилось еще две тысячи российских оккупантов. Если разделить разные направления, очевидно, что 90 тысяч в Запорожской области – эта цифра не дает особых поводов для беспокойства. Речь идет о всей оперативной глубине российской обороны в регионе, где у них есть свои фортификации, оккупированные города и порты. Идет ротация личного состава. И если россияне будут наступать на запорожском направлении, они получат достойный отпор. Впрочем, пока предпосылок для этого не видим. Дмитрий Лиховий, спикер оперативно-стратегической группировки войск Таврия. В эфире марафона «Еды не новыны». Через месяц-полтора российские оккупанты перейдут в оборону. Продолжать штурмы на нескольких направлениях они не смогут из-за больших потерь. Об этом заявил командующий нацгвардии Александр Пивненко. По его словам, самое важное, что может быть сейчас, это развитие учебных центров и подготовка резервов, а также закупки вооружения, техники, средств ПВО, ПЗРК и боеприпасов. Россияне вывели все военные корабли из Азовского моря после удара сил обороны Украины по железнодорожному парому «Славянин» в порту Кавказ 23 июля. Об этом сообщил спикер военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, паром был единственным звеном, связывающим материковую железную дорогу с Крымской. В то же время в британском министерстве обороны заявили, что этот удар вызовет дальнейшие логистические проблемы у армии РФ при снабжении оккупационных сил на юге Украины. В ведомстве также отметили, что вывод паромов из строя даже временно приведет к увеличению затрат, а также снизит гибкость России в транспортировке топлива, боеприпасов и оборудования через Керченский пролив. Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали 1230 российских военных. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потери армии захватчиков составили более 571 тысячи. Также украинские военные уничтожили 11 российских танков, 26 боевых бронемашин, 45 артиллерийских систем и 2 системы ПВО россиян.